Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 16 марта, пятница и посмотрим сейчас, чем завершается текущая торговая неделя. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера смогла преодолеть минимальное значение, которое было зафиксировано 14 марта, что в рамках часового таймфрейма нас переводит сейчас в фазу нисходящего движения и возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значения, которую мы видели вчера, на уровне 1.2383. Цели по нисходящему движению это уход ниже минимальной значения, которую мы видели 9-12 марта в области 1.2273. Пара британский фунт, американский доллар продолжает торговаться в восходящем тренде в рамках часового таймфрейма, но мы здесь видим то, что пара не может уже на фактически третий день преодолеть максимальное значение, которое было зафиксировано 13 марта, поэтому вероятность начала коррекционного движения здесь крайне высока. Ну а, соответственно, подтверждение начала этой коррекции мы увидим в том случае, если пара сможет закрепиться ниже отметки 1.3920, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Но в рамках восходящего тренда, который пока остается в силе, цели по восходящему движению это как раз уход выше максимальных значений, которые мы видели 14-13 марта. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свои восходящие движения, цели роста находятся в области 1.3145, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, это уровень 1.2945. Пара американский доллар, японская иена также продолжает свои нисходящие движения, цели по снижению находятся в области 1.10514, далее 1.10415, а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, которые были на уровне 1.10640. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера смогла пробить минимальное значение, которое было зафиксировано 13 марта, что в рамках часового таймфрейма нас приводит в фазу коррекционного нисходящего движения, и цели по данному снижению это область 7.712. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимума вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 7884. Пара еврофунт продолжает свое нисходящее движение, цели по снижению следующие находятся уже в области 8786, а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашней торговой сессии, это уровень 8873. Золото в рамках часового таймфрейма вчера смогло закрепиться ниже минимума 14 марта, это был уровень 1320 долларов за тройскую унцию, но среднесрочный уровень здесь пока держится, это уровень 1315. Если говорить о более затяжной коррекции по золоту, то здесь необходимо преодолеть уровень в 1315-1314 долларов за тройскую унцию, тогда уже снижение до 1300 и, соответственно, ниже уже будет вероятно в рамках 4-часового таймфрейма, то есть в среднесрочном формате, тенденция восходящая пока остается в приоритете с целями роста до 1340. По нефтемарке Brent тенденция восходящая сохраняется, ближайшие цели это уйти выше максимальных значений этой недели, то есть уйти выше уровня 6584 и далее двинуться уже на 67. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 6464. По индексу DAX на текущий момент тенденция восходящая начинает преобладать. Вчера мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы 14 марта, мы закрепились выше этого уровня и если индекс DAX может удержаться выше отметки 12211, то продолжение восходящего тренда будет здесь в приоритете с целями роста до 12690. Ну и биткоин пока продолжает свое коррекционное нисходящее движение. Вчера доходили до уровня 7596 долларов за один биткоин и тенденция на текущий момент нисходящая сохраняется. В том случае, если мы увидим биткоин выше уровня 8379, это максимум, который был зафиксирован вчера, то уже вероятность этих уровней начала возобновления восходящего движения. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки и стоп-лоссы. До свидания.